В Апатитах отметили День молодежи. Организаторы подготовили несколько площадок спортивно-музыкальную, творческую с книгами и живой музыкой и традиционную программу с концертом у Дворца культуры. Подробнее Антон Рассказов. Прием, прием, прием. О, Никита, мы где находимся, на какой планете? Мы находимся на планете празднования Дня молодежи в городе Апатиты. И чего здесь происходит? Здесь три площадки. Одна традиционная возле ДК, вторая эстетическая, находится в сквере за библиотекой имени Гладиной, и третья площадка активности, которая находится на площадке ГТО, спортивной школы Олимп. Все ясно. Слушай, а почему мы с тобой так странно выглядим, а? Ну, Антон, праздник же веселых, энергичных и молодых людей, а мы с тобой веселые, энергичные и молодые люди. Это точно. Для всех желающих дворовые игры в мяч, сокс, бои на подушках, мастер-классы по изготовлению оригами, настольные игры и даже легальное граффити. И за несколько минут можно стать автором загадочного космического пейзажа. Мы рисуем баллончиками на бумаге, не на стенках. Используя те же подручные средства, которые используются при граффити на стенах. Вот, но оно вот у нас на бумаге получается. И рисунки у нас получаются за пять минут удивительные. С помощью, вот, посмотрите, бумаги, баллончиков. И дети даже младшего возраста справляются с этой работой. Еще на площадке активности можно было проверить свои силы и потренироваться в сдаче норм ГТО. Четыре упражнения. Пресс, наклоны, отжимания и прыжок в длину. За техникой выполнения следили инструкторы спортоотдела. Толчок двумя ногами одновременно, одна дальность. Фиксируется по задней мучке. Метр тридцать три примерно. А в пятнадцать часов на площадке начался концерт. На небольшой сцене выступили рок-коллективы «Соса», «Локинг Хокинг» и известные апатитские джазмены «ФБС Бэнд». Фотовыставка под открытым небом. Еще одна точка на карте Дня молодежи. Среди работ как профессиональные снимки, так и любительские. Понравившуюся фотографию можно взять на память. Здесь же площадка для обмена книгой. Все это под живой аккомпанемент известных музыкантов, скрипача Юрия Кругликова и пианиста Анатолия Грабчика. А на третьей площадке у городского дворца культуры состоялся традиционный концерт и выступление творческих коллективов города. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова